Союз и Женщин России – Всероссийская общественная организация, созданная в ноябре 1990 года, объединяющая женские советы, союзы, ассоциации, комитеты и клубы, действующие в регионах России. Одной из форм работы этой организации является проведение конференций, форумов, круглых столов. Очередная встреча в Союзе Женщин России прошла в рамках форума муниципальных сельских образований, аспекты муниципального управления. Во второй день работы форума состоялась выездная стажировка в лучшее сельское поселение Московской области – совхоз имени Ленина. Мы, конечно, очень гордимся и переживаем, чтобы оправдать возложенные у нас надежды, потому что понимаем прекрасно, что мы должны поделиться своими наработками, те, которые у нас есть. Понимаем, что список женщин, которые к нам приезжают, женщины из разных областей Российской Федерации, у всех свои нюансы работы, у всех свои интересные находки в работе. Но очень надеемся, что в процессе работы мы у кого-то научимся и что-то интересное покажем, то, что сделано у нас. Глава поселения Елена Добренкова рассказала о реализации полномочий и планировании деятельности муниципалитета. Затронула тему качества работы управляющих компаний в сфере ЖКХ. По этому направлению идет большая работа в рамках подготовки к отопительному сезону. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет в поселении снижается количество дней, когда проводится профилактический ремонт с отключением горячего водоснабжения. В этом году он составил пять дней. Помимо этого ведутся работы по благоустройству. Обустроена площадка для выгула собак. Регулярно ведется техническое обслуживание сетей уличного освещения. Запланирована реконструкция детской площадки. И ямочный ремонт дороги в деревне Малое Видное. В рамках комплексного благоустройства мы проводим открытый аукцион. Заключаем договор на обслуживание объекта благоустройства. Сражения на полях электронных аукционов, надо сказать, сложные. Но прошли они все в пользу нашей управляющей компании, ЗАУСА после имени Ленина Плюс. Поэтому, соответственно, получается, все наши требования выполняются. В 2014 году администрации поселения для удобства жителей были организованы встречи представителей служб с населением, на которых каждый смог получить ответ на интересующий его вопрос. Безусловно, это способствует продуктивному диалогу власти с народом. Программа, разработанная Союзом женщин России, включает в себя теоретические и практические занятия, психологические тренинги с учетом того, что главами сельских поселений страны в основном работают женщины.